Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале Твори Добро. И сегодня я представляю вам долгожданное платье. Мастер-класс по нему уже готов. Презентация будет таким образом. Я рассказываю параметры именно этого платья, чтобы вам было легче рассчитывать на какие-то свои размеры. Все размеры, естественно, меняются. Я делала фото и нашла девочку, хотя девочка постарше, но все равно платьице на ней прекрасно выглядит. Начнем с того, что данное платье я связала на ребенка полтора-два года. На данное платье я использовала пряжу пихорка. Детская новинка – это объемный акрил, поэтому платье получается таким вот объемным и пышным. Конечно, вы также можете использовать любые нитки, совершенно любые, хоть шелк, хоть вплоть до махера. Это зависит от того, что вы хотите. Живете вы на юге или на севере, делаете вы летнее платье или зимнее платье. Все это решаемо. Итак, я использовала два цвета. Это цвет солнечный и белый. Белого ушло совсем немного, только на обвязку. А зелененького ушло 4 мотка. И буквально пару метров я взяла от пятого моточка. Поэтому рассчитывайте чуть длиннее. Обязательно берите пятый моток, чтобы у вас точно все хватило. Если будете делать такой же размер. Основные размеры скажу следующее. Если смотреть по прямой, то здесь, на горловинке, откуда мы, собственно, и начинаем платье, все остальные размеры автоматически у нас выравниваются и очень легко подгоняются под любой размер ребенка. По горловинке вот это расстояние 10 см. Вот это расстояние у нас 33 см. От одного крылышка до другого. По проймочкам вот это 24-25 см. Но оно все прекрасно тянется и одевается на любого практически ребенка. Так, длина. Здесь у меня длина 20 см до пояса и от пояса 23 см. То есть общая 43 см. Но когда это платье одевается на ребенка, так как юбка объемная, хоть она и очень легкая, но все равно имеет вес, резиночка вот эта наша, арочки растягиваются, и платьица получается 45 см в длину. Это учтите. Если вы будете брать тяжелую пряжу, то юбочку я, конечно, посоветую сделать поменьше. У меня юбочка в 2,5 солнца. Я очень хотела такую юбку. 2,5 солнца, но вес ее всего 100 грамм. Поэтому она такая вот легкая и объемная, пышная. Вот. Вам не обязательно совсем делать такую юбку. Как юбку сделать поменьше, я также рассказываю в мастер-классе. Размеры меняются полностью. Есть два варианта. Даже если вы делаете по моему количеству петель, по количеству рапортов и все остальное, достаточно взять просто крючок другого размера. Пряжу другого размера. Тоньше или толще от этого будет зависеть. Больше будет или меньше ваша платьица. Уже этого достаточно. И, соответственно, если вы будете вязать совсем другой размер, вы можете уже даже поменять количество петель. Поменяется количество рапортов. Это тоже все возможно. Как удлинить наше платье вообще легко. И я также все рассказываю в мастер-классе буквально по рядам, где и что вы можете сделать. И как это сделать, чтобы это было и красиво, и не испортить весь этот узор, и будет длинное платье. То есть, я думаю, вплоть до 12 лет, наверное, детям можно запросто вязать такие платья. Вот. Это такие параметры. Здесь, в данном платье, поясочек нужно сделать обязательно. Даже если у вас будет тяжелая юбка. Самое главное, поясочек затянули, и юбочка в любом случае будет находиться там, где должна. У меня платьица застегивается сзади на пуговички. У меня две штучки пуговички. Я выбрала плоские, потому что маленькие детки, если падают, чтобы это не было больно. Мягонько все и аккуратненько. Вот такое у нас получается платье. Вот с таким узором. Цветочки, листочки, арочки. Как все это сделать? Как вам это связать? Я все очень-очень подробно рассказала в мастер-классе. И давайте сейчас я расскажу вам про сам мастер-класс. Над мастер-классом я работала достаточно долго. И первое, что я сделала, это фото, на которых я изобразила схематично, как вяжутся ряды. Фото получилось 25 штук. И с ними разберутся мастера, которые умеют вязать узор. Дальше я сделала PDF-формат. Как вы знаете, PDF-формат это электронная книга. В ней прописан каждый ряд. Также встроены фотографии пошаговые, где все объяснено и показано. Также я прописываю в начале книги все параметры этого платья. А в конце, как это все можно изменить. Там также добавлены основные вещи, которые нужно соблюдать. Для того, чтобы у нас один узор плавно переходил в другой. Все должно быть красиво. PDF-формат содержит в себе 20 страниц. И третий формат, самый информативный и продуктивный, это видео-формат. Приобретая этот мастер-класс, вы будете знать совершенно все. От и до. Вначале я рассказала вам о том, как менять размеры. Все размеры, любые. Причем двумя способами. Рассказала о пряже, какую можно использовать. Потом мы с вами вязали. Каждый ряд я показываю. Каждый ряд у нас разной величины. Поэтому каждый ряд и соединение рядов, и переход на следующий. Переходы из узора в узор. Я все это показываю очень подробно. Камера была низко, поэтому видно каждую петелечку. Видео в HD-формате. По этому мастер-классу связать может даже ребенок. Именно потому, что все хорошо видно. И иностранцы. Кстати, я встраивала в видео тоже вот эти вот изображения, схематичные ряда, которые мы вяжем, чтобы было еще более понятно. И для иностранцев вставила их сокращение. Надеюсь, все-таки будет более понятнее то, что я показываю. Мастер-класс 2 часа 5 минут. Но в нем есть все. По мастер-классу вы можете связать даже не одно платье, а несколько. Причем даже его разновидности. Потому что я рассказываю, как это все можно поменять, изменить и так далее. Как вы видите по фото, девочка, на которой я фотографировала это платье, ей 2,5 годика, она чуть побольше, повзрослее. Поэтому платьице ей немножко коротенькое. Но очень хорошо на ней все сидит, аккуратненько и красивенько. Девочка очень подвижная. Девочка делает акробатические движения. Она крутится, вертится, танцует прекрасно. Она очень такой подвижный ребенок. Платье ей, однако, никак не мешает. Ни широкая юбка, нигде она ей не жмет. Она прекрасно себя чувствует. Снять это платье с ребенка было просто нереально. Так, ну это маленькое лирическое отступление. По поводу приобретения, мои дорогие девочки, я в этом совершенно новичок. Поэтому обращайтесь ко мне лично. Если у кого-то есть какие-то предложения по поводу того, как это можно еще куда-то выставить и мастер-классы показать большему количеству людей, я буду вам признательна, пишите в комментариях. Также в инфобоксе внизу кнопочка «Еще» и вы увидите все мои контакты, куда мне можно написать и как со мной можно связаться. Данное платье я назвала «Солнышко» ввиду того, что цвет вот этой нити «Солнечный» называется он так. Поэтому я ничего не мудрила и назвала его «Солнышко». Поэтому когда вы будете писать мне в личных сообщениях на e-mail или вконтакте, на e-mail я бываю каждый день, проверяю почту, а на контакте я практически нахожусь всегда, когда включен компьютер. Обязательно в теме пишите «МК», то есть мастер-класс «Платье с солнышком». «Еще» я оставляю ссылочку вконтакте не только на свою страницу, но и на группу. Я не занимаюсь группой, просто некогда этим заниматься, но я оставлю ссылочку на эту группу, чтобы вы могли зайти туда и через нее сделать какой-то заказ, возможно, потому что я буду давать личный доступ. Так мне легче будет контролировать авторство данного моего платьица. Итак, жду ваших писем. Обязательно в теме указываем «МК, платье, солнышко», чтобы оно не попало в спам. И я обязательно вам отвечу. На этом наш мастер-класс можно закончить. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Всего доброго! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok